это мое такое вот обращение к тем ребятам которые пытаются у меня уличать во лжи вероятно где-то я указываюсь и не прав я никогда не утверждал что я на сто процентов пишу и говорю абсолютную так скажем правду то есть мои слова сейчас можно конечно же посчитать что ты наверно признаешься в том что ты говоришь неправду нет я говорю про я говорю истину есть вещи когда ты получаешь откровения приходят откровения ты иногда бывает толкуешь их неправильно в искаженном так скажем варианте соответственно ты получаешь определенный опыт когда ты узнаешь что ты все-таки ошибся но как бы утверждать про меня что все что я написал абсолютная лошадь анонс это нонсенс возьми пожалуйста книгу откровения ты там не найдешь ни одного события которая прямо бы говорила точно сто процентов что это именно вот так и будет ты сидишь и полагаешь что слова высказанные пророческие это такое волшебство обязательное к исполнению если она не исполнил значит тот кто сказал это пророчество абсолютный лжец сужен те хочется уличить но в частности меня что я вот негодяй неправильно сказал про про что я могу с уверенностью на сто процентов сказать что все что я говорю об откровении абсолютная истина по причине той что она очень сильно откликается с тем что бог говорит их другим если бог говорит то же самое и тебе что и говорит мне я высказываю ты слышишь то же самую идею мысль что у тебя была но ты побоялся и высказать по причине того что не потому что ты трус или не смелый а по причине того что ты вероятно может быть думала вдруг это не от бога и когда ты слышишь с моих уст или с уст какого-то другого проповедника то же самое что у тебя в сердце это говорит о том что отец тебе подтверждает что он тебе говорит относительно того что я высказал то или иное мнение кто должен быть президентом я сведу на то что это мое мнение я почувствовал действительно некоторые вещи и я осмелился как бы предположить почему-то посчитали что если она не сбудется хотя у меня было высказано это в такой манере предположения то якобы это значит все остальное ложь она действительно как бы то что я предполагал она не сбылась не реализовалась наверно просто может быть действительно отец как-то сыграл такую интересную со мною штуку мне бы не хотелось бы чтобы ко мне относились как некому абсолютному авторитету который вот нужно как бы нарисовать себе икону виде рома ашанина начать кланяться если абсолютно я не буду ошибаться скажем так абсолютно буду писать вещи которые будут прямо сто процентов исполняться никаких ошибок ты же меня превратишь в икону в идола я сам себя нарисую как идол а тут есть моменты когда отец просто учит и наставляет услышь меня пожалуйста дорогой мой есть хорошая поговорка не ошибается тот кто ничего не делает ко мне часто заходят люди критиковать меня те у кого на стене нет ни одной своей собственной мысли начни писать свое попиши годик другой и потом я разрешу тебе психологически да каким-то образом меня критиковать я буду прислушиваться к твоему но если извини меня дорогой мы ли дорогая моя у тебя нету на стене ни одной собственной мысли то какого хрена я буду прислушиваться к твоей критике я попытался ответить даже не для тебя это все равно что я не пишу песни я не пишу музыку я буду заходить музыкантом и критиковать ты неправильно пишу музыку что за идиотизм здесь такая же штука интересная получается люди не пишут никакие посты у них нет на ни одного откровения никто ни один человек не был зацеплен господом через то что они пишут писали бы и они осмеливаются заходить на стены к тем кто пишет и упрекать в том что они пишут правильно это нонсенс это нонсенс это нонсенс и вот отец мог интересную такую штуку сыграть о том чтобы просто допустить для меня ошибочное мнение по поводу того что я почувствовал пережил я высказал хотя вероятно это даже может быть не столько ошибочное мнение я истолковал наверное ошибочно сколько скорее всего неправильное мое представление о том что мне отец пытался сказать я поторопился и не разобрав того что отец мне хотел сказать высказал это выскаженной форме и папа использовал эту ситуацию для того чтобы дать мне опыт который не ты и никто другой не может мне поэтому даже нехорошие моменты я очень сильно использую как мудрый человек с тем чтобы мне продолжать учиться и знаешь когда у тебя есть ошибки ты приобретаешь опыт и я однажды говорил что самые хорошие и самые классные уроки в жизни ты получаешь только лишь в тех случаях и ситуациях когда у тебя происходит какое-то дерьмо а не когда у тебя все идеально именно там у тебя появляется хорошие плоды хорошие плоды но все же мне неприятно видеть видеть есть справедливая критика есть критика абсурд абсурд основанная на предубеждении и на своих фантазиях потому что то в чем меня стали критиковать 25 процентов из этой критики выдумка человека все остальное справедливо что человек написал ты утверждал я ничего не утверждал и ты как бы согласился на мой вызов с тем что если ты здесь ошибся это значит все остальное ложь я говорю я не я не соглашался то что все остальное а объяснять тебе полноту того почему я пишу так или иначе это достаточно трудоемкий процесс и просто текстами интернета этого не объяснить нам с тобой нужно общаться общаться вживую по скайпу хотя бы чтобы попытаться объяснить и растолковать вообще то что я имею в виду на том опыте который у меня есть научить тебя слышать отца не столько я но дух святой ты скажешь ты же вот здесь вот ошибся как ты можешь теперь учить слышать отца так это еще больше меня утвердило в том где бог говорит и как он говорит это плюс для меня а не минус это плюс для меня а не минус это еще одна из ступенек очень хорошая за которую я благодарен отцу если я не буду ошибаться я ничему не получусь вообще я подхожу делу которому отец меня призвал а не как к знаешь такому некому религиозному девству или действию которое обязательно должно сразу все работать все должно быть идеально нет идеально но становится по прошествии определенного времени когда ты набираешься опыта когда у тебя пройдена куча 90 процентов дерьма ошибок падений ты ошибался ты блин говорил абсолютную лажу а потом ты знаешь ты искренний человек и ты просто двигался потому что отец тебя влёк и ты все равно пытался изучать этот вопрос как слышит тебя бог я практически пришел к такому такой штуки что я отца слышу есть еще моменты где я действительно ошибаюсь я надеюсь это видео поможет тебе и вдохновит тебя отец этими словами моими этим таким видео до своеобразным в том чтобы тебе продолжать двигаться если ты споткнулся конечно может прийти состояние когда да наверно это все ни в коем случае ни в коем случае возьми на вооружение твою ошибку возьми из нее опыт возьми по максимуму то хорошее из этого что вытекло чему тебя отец учит возьми это как урок и иди дальше продолжай дальше двигаться не вздумай останавливаться еще я позволяю на моих стенах критиковать меня кроме явно людей пытающихся меня просто под ног оскорбление не потерплю нормальную дискуссию критику мой адрес справедливую критику может быть даже мне если будет она неприятно я не собираюсь удалять и честно сказать когда мой оппонент стала критиковать меня на моей стене в моей группе очень сильно хотелось все это удалить но я подумал зачем ведь я все время говорю критики о том что я сторонник того что все таки ну как бы справедливой критики и потом с другой стороны это с моей стороны проявление чести и достоинства не прятаться давать возможность тем кто не согласен со мной или считает меня даже воружуцом попытаться со мной вести диалог пусть обличить пусть покритиковать отчасти это да не отчасти это даже наверное полезно не заносить нос хотя многих ребят например в частности одного брата наверняка может быть он посмотрит а может быть и нет который на одной из последних конференций говорил про критику говорил про критику и в хорошем ключе но сам он зараза такая везде не любит критики вот это нехорошо 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 дорогие братья и сестры если вы не будете позволять вас критиковать ну извините вы превратитесь в дерьмо в полное дерьмо в конце концов которая будет гнить на почве похвалы если тебя только хвалят знаешь как хорошо когда тебя хвалят ты такой классный ты такой хороший никому не нравится когда ему суют в нос какие-то вещи которые неприятны так вот не стоит все время бесконечно закрываться нужно переходить из этапа попыток закрыть себя от людей пытающихся вас критиковать в попытке быть открытым пусть поначалу может не отвечать может где-то удалять посты но окончательно сто процентов всех удалять критикующих вас это нонсенс нонсенс на этом заканчиваю это видео благословение всего хорошего